Здесь будет красивый сад, красивые вечера, музыкальные, все то ценное, что, может быть, на каком-то этапе было утеряно. Поэтому я отвечаю за красоту, а Алексей уже, как настоящий мужчина, отвечает за все технические моменты, за строительство. Гармония в семье и доме, при том доме историческом, по улице Ленина, 39, это флигель-усадьба купца Сахарова, 1871 года постройки. Супруги Алексея Федянина и Екатерина Маркелова приобрели его в 2022-м. Это дом, который совершенно недавно стал памятником. Когда-то он стоял и входил в состав усадьбы, большой усадьбы Сахаровых. Это дом, усадьба, которая огромная была, и на ней расположен, в частности, наш музей фотографий, и вот два дома по красной линии улицы. До революции здесь был фотосалон, после магазина, коммунальные квартиры. Сильнее всего дому, как и все из заповедной улицы, досталось за 90-е. Позже это здание переходило из рук в руки, и последним хозяем уже были, по-моему, люди, которые связаны с какими-то финансами и делами. То есть, соответственно, там что-то, то ли давали деньги взаймы, то ли что, ну, какая-то кредитная организация. Мы на протяжении всех лет создания заповедника ждали, наконец, собственника, который поймет, что он живет и владеет собственностью на улице абсолютно уникальной, на улице исторической, полностью сохранной. К реконструкции собственники подходят с заботой о каждом шпингалете. В отделке никакого пластика и профнастила. В ходу, как и в конце 19-го столетия, камень, чугун, дерево. Аллюзии и прямые отсылки на дизайн той поры собственники получают как в музее-заповеднике, так и в путешествиях по малому и большому золотым кольцам России. Мотива нам колонна навеяла, ее вот этими интересными заборами, стилями тоже 19-го века, то есть повторяем тоже все в дереве. Кирпич, который вот хотим мастить дорожки, это будет кирпич с разобранных старинных зданий в Подмосковье. Соответственно, он тоже 19-го века и имеет свои клеммы. Это тоже вот будет такая небольшая фишечка, но чтобы было видно, что это даже кирпич с ручной формовки, который лежит. Уже закуплена историческая мебель, плитка на полу, также с отсылкой к эпохе. На стене контуры будущего экспоната буфета 19-го столетия. Посуда, купленная для него, ровесница дома. Потолок же внутри украшает изящные лепнины. Сначала я отлепил все формы в пластилине, потом залил силиконовыми формами, ну а дальше уже делал техники, соответственно. Это отливка гипса, ну и монтаж гипса наверх. Рисунок, соответственно, здесь свой, который родился в моей голове, причем не по эскизам, а просто как шла рука. Ну, душа пела в этот момент, наверное, ну и, соответственно, рождался он рисунок. Так же тщательно, как к реставрации, супруги подходят и к воспитанию детей. Неравнодушные, активные и творческие родители служат отличным примером для подражания, особенно старшей дочери. 14 лет, она проникается вот нашим делом, тем, чем занимаются родители. Раньше она к истории, ну так, достаточно спокойно относилась. А сейчас ей все интересно, она нас спрашивает, она ездит с нами по всем тоже историческим каким-то местам, по Золотому кольцу. То есть ей это все интересно. Не так давно зданию присвоили статус ОКН. Оттого и главный фасад флигеля пока остается нетронутым. Однако проект реставрации уже готов. Он ждет одобрения Минкульта. Работы по реконструкции здания планируют закончить к ноябрю. После там откроется семейное кафе. Я думаю, уже купцы же тоже, они любили отдыхать и чай попить, и посидеть, и на закат посмотреть. Кстати, здесь очень красивый закат вот с этого места. Это ничего не напоминает вот этот вот современный город. Как раз вот такое ощущение, что мы как раз и проваливаемся в этот наш любимый 19 век. Вячеслав Новожилов, Сергей Рябухин, репортер 73. Субтитры сделал DimaTorzok